Здравствуйте! В эфире программа Норильские новости в студии Тимур Федосов. Смотрите в этом выпуске. Вектор развития. В Норильск с рабочим визитом прибыл депутат Государственной Думы Алексей Веллер. Идеи для трансформации. Ведущие урбанисты страны готовят предложения по улучшению облика Норильска. Больше контроля. В норильских школах усилены меры безопасности. В Норильск с рабочим визитом прибыл исполняющий обязанности президента Союза городов Заполярья и Крайнего Севера депутат Государственной Думы Алексей Веллер. План его работы достаточно обширный. Но в первую очередь он встретился с главой Норильска Дмитрием Карасевым и председателем городского совета депутатов Александром Пестряковым. Спасибо, что пригласили. Приехать к вам с этой рабочей поездкой для того, чтобы детально на месте посмотреть ситуацию, которая на сегодняшний день происходит в Норильске, на Таймыре. Посмотреть, как начинают реализовываться очень серьезные планы, которые в феврале месяце были, по сути дела, подписаны, закреплены на бумаге. Обсудить эти вопросы, посоветоваться и по возможности, скажем так, внести какую-то свою посильную лепту, посильный вклад, если вам нужна определенная помощь для реализации всех этих проектов. Очень серьезные планы – это, конечно же, подписание нового четырехстороннего соглашения между Федерацией, Красноярским краем, компанией Норникель и городом. И вытекающая из этого стратегия социально-экономического развития Норильска до 2024 года. Реновация жилья, ремонт коллекторного хозяйства, программа переселения и строительства новых социальных объектов – это все краткосрочные планы. Но мы уже понимаем, что нам необходимо двигаться и после 2024 года. Такие мероприятия мы разработали с компанией, с кем мы сейчас согласовываем, направили также в Красноярский край, в правительство, для того, чтобы согласовали коллеги. И по поручению Министерства Дальнего Востока и развития Арктики мы должны до 25 мая представить коллегам и министерству, уже согласованные всеми сторонами, комплексный план развития города Норильска до 2035 года. Вот этот документ должен быть рассмотрен правительством Российской Федерации и подписан представителем правительства осенью этого года. До 2035 года планируется построить и реконструировать порядка 40 домов. Должен быть полностью благоустроен Аганер, возвращены несколько зданий, имеющие для города историческую ценность. Однако наша территория имеет несколько камней преткновения, которые пусть и не разрушат эти планы, но все же всячески им мешают. Отсутствие квалифицированных специалистов в области строительства всего лишь меньше из зол. Самое главное – это экологическая экспертиза для арктических территорий, который затягивает строительство минимум на 8 месяцев и сильно удорожает проекты. Принимая закон, как-то уравняли все объекты, в том числе и объекты социального назначения. И сейчас есть законопроект о том, чтобы объекты именно социального назначения освободить от обязательного порядка прохождения экологической экспертизы. По Байкалу такое решение было принято и их освободили. Совершенно верно. Сейчас уже идет речь о том, что касающаяся всей арктической зоны Российской Федерации, проект в Государственной Думе есть. Очень надеюсь, что в весеннюю сессию удастся его продвинуть до логического завершения. Сто процентной уверенности в этом нет, поэтому здесь прекрасно понимаю поднятые вами вопросы, будем заниматься этим вопросом, будем работать. Есть там определенные подводные течения, поэтому вроде бы он пошел хорошо, но потом пристал. Поэтому будем заниматься. Вопрос предельного понятия, который вы задаете. Депутат Государственной Думы и исполняющий обязанности президента Союза городов Заполярья и Крайнего Севера высоко оценил стратегию социально-экономического развития Норильска и пообещал поддержать большие планы нашей территории. Людмила Кожевникова, Евгений Журнов. Норильские новости. Чтобы увидеть своими глазами масштаб работ, заложенных в стратегию социально-экономического развития города, Алексей Веллер посетил объекты предстоящего сноса, реконструкции и строительства. В Ганере Алексей Веллер ознакомился с объектами незавершенного строительства, подлежащими демонтажу. Их демонтируют методом прямого разрушения. Сначала подрезают фундамент здания, затем тросами стягивают основной массив. Технология позволила ликвидировать за несколько месяцев уже пять строений. Впереди еще столько же. Первое направление – это Аганер. То есть это исторически сложившееся живое образование, в котором живут 5000 людей. И вот основная масса нового строительства будет здесь. То есть это порядка там за 40 домов новых. После окончания демонтажа зданий их ростверки будут исследованы. И в Аганере начнется реализация комплексного плана по строительству нового жилья. При этом ростверки, я так понимаю, они на сегодняшний день обследованы. И результаты обследований показывают, что возможно их последующее использование. Но мы пошли по такому пути. Сначала демонтаж, потому что падает на ростверки, на сваи. И что там уже, ну, потом уже будем смотреть. В комплексном плане у нас планируется до 2024 года за счет сил Норильского никеля построить три одноподъездных жилых дома. 9 плюс 1. Построить школу на 1100 мест. То есть здесь она именно расположена? Да. Ну, мы ее специально сдвинули ближе к жилому сектору, что сюда поставим, ну, то помаленько будет. И, соответственно, здесь детский садик, тоже новое строительство, там на 270 человек. Еще одним направлением реновации является снос ветхих гостинок. Часть из них построена из газозалобетонных плит, срок службы которых всего 15-20 лет. Он давно вышел. До 2024 года планируют снести семь зданий такого типа. Алексей Виллер отметил, что Норильск удаленная и специфичная территория. И работы по реновации здесь проходят по-особенному. Ведь работа идет во многом с листа. Ну, после подписания соглашения еще и трех месяцев не прошло, а уже мы видим движение. Мы понимаем, что многие вещи будут подвергаться экспертизе непосредственно в процессе производства работы. Мы уже сегодня в двух форматах провели совещание на эту тему, как город подходит к решению вопросов. Какие могут быть еще дополнительные предложения, связанные с интенсификацией, скажем так, выполнения этих работ. Надежда Балдакова, Андрей Дудаев, Норильские новости. Норильск посетили архитекторы, градостроители, проектировщики, инженеры и дизайнеры из Санкт-Петербурга, Красноярска и Москвы. Они готовят предложения по трансформации облика нашего города. Задача урбанистов – подготовить рекомендации, которые будут использованы при составлении технического задания для проведения открытого международного конкурса на разработку архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска до 2035 года. Она станет основой мероприятий комплексного плана развития нашего города. Эта концепция нужна для того, чтобы в ней можно было увидеть вот этот самый архитектурно-планировочный облик нашего города в перспективе. Где нам необходимо строить, из чего нам необходимо строить, какие там материалы нужны, какие цветовые решения должны быть приняты. И как раз вот эта концепция позволит нам сказать и воплотить в себе все вот эти решения, которые будут затрагивать все сферы жизни нашего города. Безусловно, эта концепция должна учитывать в себе материалы современные. Для того, чтобы там через 5-10 лет, когда мы их применим, они не устарели. И говоря о том, что мы качественно обновляем город, мы говорим о том, что мы применяем вот эти вот современные технологии. Что она еще должна в себе содержать? Безусловно, она должна содержать в себе те предложения, которые норильчане, жители нашего города, высказали на стратегической сессии. Максимально нужно включить эти предложения в эту концепцию и в комплексный план всех мероприятий развития города. Урбанисты ознакомились с мастер-планом Норильска, оценили идеи жителей, поступившие во время и после апрельской стратегической сессии и сейчас готовят собственные предложения по трансформации облика города. Всем известно, что в Норильске уже почти 30 лет такого массового строительства жилых зданий или социальных объектов давно не ведется. Те именитые специалисты, которые раньше когда-то были в Норильске, они либо уже не задействованы в этих проектах, потому что строительства в Норильске не было, либо давно уехали. Да, у нас на сегодняшний день Норильске очень мало специалистов в этой области. И все, кого мы знаем, мы пригласили и на таких встречах они участвуют. В процессе таких дискуссионных площадок, назовем их так, или рабочих групп, где мы встречались с приглашенными специалистами, как раз таки проходили те дискуссии и обмен опытом. Принятые общие решения с подходами, как должен город развиваться. И даже если во время дискуссии случались споры, то в одном местные и приезжие эксперты едины. Сейчас прекрасное время для всестороннего развития. Была очень плотная программа и огромное количество людей разных. И администрация, и сотрудники развития Норильска, и директор музея Наталья Николаевна. И мы выезжали в Каиркан, я даже доехала до Дудинки. То есть есть каждое из направлений, о которых мы говорим. И туризм, и образование, и наука, и городская среда, и концепция архитектурно-планировочного развития города. Комплексы сейчас одновременно стартуют, по сути. Это уникальная возможность создать действительно арктический центр мирового уровня. Урбанисты предложили несколько территорий, на которых можно применить механизмы реновации. Примером архитектурно-планировочных решений, которые в дальнейшем рекомендуется распространить на другие дома, могут стать полуразрушенные сталинки в районе улиц Кирова и Богдана Хмельницкого. На пустующих ростверках пересечения улиц Мира и Ленинградской мастер-планом предусмотрено размещение всесезонного общественного пространства. А на месте гостинок в районе городского озера, которые будут постепенно выводиться из эксплуатации, предлагают возводить комфортные дома с применением современных подходов. А некоторые не особенно примечательные сейчас детали городского интерьера могут стать арт-объектами. Может быть, эту особенность, которая есть на всех фотографиях, надо обязательно сохранить. И сделать так, чтобы именно это являлось одним из составляющих кода города, стиля города и так далее. В данном случае я привожу пример с выносными, инженерными, тепло- и коллекторными конструкциями, которые есть. Если мы их начнем убирать, нам никаких денег не хватит. Может быть, это сделать кодом города, сделать из них арт-объекты, световые конструкции. Они же линейные, горизонтальные. Это будет как новое освещение. Это будет особенность города, которой нет ни у одного города мира. Работа урбанистов в нашем городе продолжится. Следующими в Норильск приедут команды экспертов из Красноярска и Москвы. Подготовить техзадание на разработку архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска до 2035 года предстоит в течение месяца. А конкурс будет объявлен в июне. Ольга Ерохина, Норильские новости. После недавнего нападения на школу в Казани, в результате которого погибли и пострадали десятки человек, усилены меры безопасности в учебных учреждениях по всей России. Как сейчас обеспечивают безопасность в школах Норильска, выяснила Светлана Кудряшова. В Норильске на обеспечение охраны каждого учебного учреждения выделяется около полутора миллиона рублей ежегодно. Здесь несколько организаций, отвечающих за безопасность учеников. Казачья охрана, Меркурий и другие охранные организации. Их задача заключается в регулярном обходе образовательного учреждения и прилегающей территорию. Кроме того, все школы оснащены камерами видеонаблюдения и тревожными кнопками. Обязательно все образовательные учреждения у нас имеют тревожные кнопки. Причем, по сути дела, их две. Одна тревожная кнопка – это непосредственно охранная организация, то есть ЧОП. Эта кнопка находится у охранника. И вторая тревожная кнопка – это уже группа быстрого реагирования Росгвардии. Она находится у дежурного по образовательному учреждению. После трагических событий в Казани в Норильских школах проведут дополнительную работу. На сегодняшний день это дополнительные инструктажи, которые будут проводиться и с учащимися, и с родителями. Ну и внутри образовательных учреждений сейчас будет проведена определенная работа с категориями детей, которые стоят на различных видах учета. Ткольникам объясняют, как вести себя в непредвиденных ситуациях, проводят тренировочные эвакуации. На уроках ОБЖ рассказывают об антитеррористической работе. С отдельными категориями детей проводят беседы социальные педагоги и психологи. Традиционно перед окончанием учебного года, в преддверии начала экзаменационной сессии, последних звонков, мы направляем письма во все охранные организации, в МВД сообщаем о сроках проведения мероприятий. И как раз просим усилить внимание, усилить посты для того, чтобы обеспечить безопасность в этот период. Андрей Колин отметил, что за последние несколько лет случаи, когда охранники нажимали на тревожные кнопки, единичны. И ситуации в итоге оказывались не опасными. Однако, когда речь идет о безопасности детей, необходимо быть максимально бдительными. Светлана Кудрышова, Евгений Журнов, Норильские новости. А теперь снова возвращаемся на озеро Лама. Напомним, норильские дайверы провели там три дня, чтобы найти затонувший еще в 70-е годы самолет Ан-2. В этой серии вы узнаете, что именно помогло исследователям обнаружить его местонахождение, в каком костюме удобнее идти под лед и что же там на дне Ламы. Слово Егору Толновскому. Искать самолет под любой толщей – это еще сложнее, чем уголку в стаду сена. В этом участники экспедиции убедились на практике. Нужные приметы возможного места его гибели, высматривали и в бинокль, и искали с помощью квадрокоптера и даже пешком по непролазным сугробам. Но отвлечемся на время от поисковой экспедиции и выясним поподробнее, что же это за такой загадочный самолет. В 70-е годы, когда в Дарильском гидропорту вместо Ми-8 базировались именно гидросамолеты, один из таких водномоторных Атнов припарковался у базы Лама-2. Погода была отменной, но к вечеру грянул штурм, и самолет оторвало от прикола и унесло в озеро. Наблюдавшие за происходящими пилотами были бессильны, уж больно высока была Валда. В какой-то момент поплавок машины был пробит от камней, и воздушное судно превратилось в подводное. Соня, по какому принципу ты, собственно, ищешь? Что сейчас? Плостик? Чуйка. Может, я смотрю, кто такой хороший главный красный мотал? Да, надо было найти то место, где примерно это все находится. Работа уже началась. На самом деле, это довольно сложный процесс, потому что сначала нужно очистить всю территорию от выпавшего снега, то есть до чистого льда, потом сделать разметку, потом несколько заборов, и потом уже только начинать выпиливать куски, блоки льда, собственно, и вынимать их. Так что работа, я думаю, займет не один час. Будем работать посменно. Сейчас как раз вот первая группа уже подошла, мы начинаем работать, и через некоторое время подтянутся остальные бойцы, чтобы помочь справиться с этой задачей. Ну что, снег мы расчистили, сейчас забурили вручную несколько лунок, и вот подоспел мотобур, тяжелая артиллерия. Сейчас будем бурить остальные. Субтитры сделал DimaTorzok Изначально планировалось проверить местность с помощью специального подводного дрона, но использовать это устройство решили на другой точке возможной гибели самолета. Здесь же в бой пошла тяжелая артиллерия, дайверская группа. Подлёдное погружение, да ещё на глубину в 35 метров, дело непростое, так что перед началом инструктаж в страховочной группе, контролирующих спасательные тросы, линь. Снизу один сигнал, называется выбери славину, значит где-то провис колбаса, и раз не говоришь, он не плавучий, значит он будет провисать. Несмотря на опыт и подготовку, у многих внезапно возникло ощущение, что погружение будет не самым лёгким. Идти под воду участники экспедиции решили в двух типах костюмов. Сухой, полностью герметичный, не пропускающий воду, и мокрый, в который вода затекает и после, набиваясь от тела, создаёт защитную прослойку. Субтитры создавал DimaTorzok Видимость под водой, несмотря на лёд, была достаточно хорошей. Обнаружил подводная группа и первую метку на пути к самолёту, огромное дерево, опутанное сетями. Недалеко от него и должен быть затонувший заветный объект. Но, увы, пройти дальше не получилось. От низких температур заледенел и начал травить воздух дыхательный клапан. Пришлось подниматься на поверхность. Так, давай против щитовой стрелки двигать. Дело пошёл проверенный дедовский способ – чаёк из термоса. О, отошёл. Второй заход оказался куда удачнее. Но, увы, от загадочного объекта, нащупанного холотом, и след простыл. Да и нервы участников заплыва были на пределе. Уж больно нестабильно вело себя снаряжение при столь низких температурах. Увы, обнаружить на этом месте затонувший Ан-2 не удалось. Впрочем, впереди был ещё один день и ещё одна возможность прикоснуться к норильской истории. В пятницу мы расскажем, кто такой гном-водолаз, что можно смастерить в полевых условиях с помощью смекалки и скотча, и улыбнётся ли, наконец, удача в поиске самолёта участникам подлёдной экспедиции. Не пропустите. К этому моменту у нас всё. Следите за нашими новостями на сайте norils.tv. В студии был Тимур Фидосов. Всего доброго. Вакцинация сделает нас сильнее. Сегодня уже миллионы людей используют электронные госуслуги. Потому что это позволяет экономить время, все функции собраны в одном месте, а работа построена так, как это удобно вам. Зарегистрируйтесь на портале, не выходя из дома, и вы сможете проверить и оплатить штрафы ГИБДД, задолженности по имущественному и транспортным налогам, записать ребёнка в детский сад или назначить приём у врача. Для регистрации вам понадобится ввести только паспортные данные и СНИЛС. Для полного доступа к порталу и сайтам органов власти необходимо подтвердить вашу учётную запись. Это легко сделать, обратившись в один из многочисленных центров регистрации, расположенных рядом с вашим домом. Подтверждённая учётная запись гарантирует максимальное удобство и доступ ко всем услугам портала, включая получение загранпаспорта и регистрацию авто, а также позволяет работать с сайтом Федеральной налоговой службы и порталом Пенсионного фонда России. Госуслуги. Проще, чем кажется.